День Города День Города День Города День Города Еще одна транспортная тема – передвижение крупногабаритной техники по городским автотрассам. В Аграрном комитете областной думы этот вопрос накануне весенних полевых работ сейчас называют самым важным. Порядок получения разрешения слишком трудоемок, мол, надо бы упростить. Размер госпошлины составляет на разрешение 1600 рублей. И на каждый выезд крупногабаритной агротехники на автодорогу нужно получить это разрешение, а также согласовывать маршруты в обе стороны. Сейчас практически все сельхозмашины в наших хозяйствах крупногабаритные. И таких пропусков на каждую единицу техники нужно немало. Как вы понимаете, потому что в посевную или в уборочную только одна сельхозмашина может совершать до 20 и более поездок в день. Темп иммунизации от ковида нужно ускорять, причем не только в городах. Самой вакцины в области уже достаточно. Глава муниципалитетов Николай Любимов поручил включаться активнее и организовать доставку граждан к прививочным пунктам. Коллективный иммунитет должен появиться в Рязани в самые короткие сроки. Максим Васильев, телекомпания «Город». В преддверии Дня космонавтики в библиотеке имени Горького открылась выставка под названием «Гагарин. Время первых». Она посвящена истории отечественной космонавтики и 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. Валерий Седов посетил выставочный проект. Это автограф Юрия Гагарина, первого в мире космонавта. Вот такая она роспись великого человека. Фамилия и небольшая черточка в конце. Автограф космонавта остался на депутатском запросе Гагарина. Теперь он хранится как один из главных экспонатов выставочного проекта «Гагарин. Время первых». На этой выставке представлены экспонаты из фонда библиотеки имени Горького. А также из частных коллекций. Одну большую коллекцию нам предоставил почетный президент Союза филокартистов России Арсен Мелитонян и его супруга. И почетный иностранный член Союза филокартистов России Керлин Ретти. Значки также стали символами своего времени. Здесь представлен и первый советский луноход, и искусственный спутник. Кстати, его полет фиксировался в газете. Спутник вещал на радиолюбительских частотах 20 и 40 МГц. И следить за его передвижениями мог любой человек. Фрагменты газет, журналов, весь выставочный проект пропитан духом 60-х. На стенах расположены аутентичные плакаты 60-х годов, которые прославляют достижения нашей отечественной космонавтики. А также представлены книги и периодические издания 60-х годов, отражающих это знаменательное событие в истории нашего отечества, полет Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Выставочный проект «Гагарин. Время первых» работает в библиотеке имени Горького. Он будет открыт до 25 апреля. И ознакомиться с экспонатами может любой желающий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 7 апреля православный мир отмечает один из главных христианских праздников – Благовещение. Праздник радостный, хотя и совпадает с великим самым строгим постом. А его традиция в следующем сюжете. То событие, которое именуется Благовещением, означает зачатие Иисуса Христа. Так начинается евангельская история. Впереди Рождество, бегство в Египет, искушение в пустыне, исцеление одержимых, тайное вечер и арест, распятие и воскресенье. Благовещение Пресвятой Богородицы посвящено явлению ангела Гавриила, Божией Матери будущей, и возвещению им Благой Вести, Благой – это значит Доброй Вести, о рождении Христа, Спасителя, которого долгое время человечество ожидало, что придет Мессия, Спаситель, Избавитель человечества от греха, проклятия и смерти. И, наконец, эта Благая Весть была человечеству дана. Благовещение – важный праздник для всех конфессий. Его отмечают специальными церемониями, службами в храмах, торжественными процессиями. В западной традиции считается, что искупление греха Адама и Евы началось с зачатия Девой Марии, Сына Божьего Христа, о чем ей возвестил Архангел. Этот момент приходится на весеннее равноденствие, которое также является Днем Сотворения Мира. В средние века в Европе от Благовещения вели отсчет Нового Года. Первые изображения, сцены Благовещения на картинах и иконах относятся к V веку. Это излюбленный сюжет средневекового и ренессансного искусства. В православном мире Благовещение отмечают 7 апреля. В Рязанском художественном музее хранится образец иконописи XV века с изображением сюжета. Перед вами икона, которая является, пожалуй, самой древней в нашей коллекции. Это икона конца XV – начала XVI века с изображением Благовещения. Икона написана мастерами московской школы. Как это легко определить? Дело в том, что как раз в начале XVI, в конце XV века в иконах московской школы удлиняются пропорции, они становятся более изящными, линия становится все более и более плавной. Мы еще не можем сказать, что она рафинированная совсем, но вот эта особая лиричность образов, особенная успокоенность их, вовлечение созерцающего во внутреннее пространство иконы. Композиционное построение этой иконы тоже особое. Взгляд зрителя движется по кругу. От стрелы, знаменующей Бога Отца, взгляд направляется к силуэту Богородицы, по которому движется вниз, к стене. От стены мы переключаемся на Архангела Гавриила, чья ладонь вновь указует на Богородицу, но внимание уже на ее лик. Эксперты считают, что икона принадлежит с большой долей вероятности либо школе, либо кругу Дионисия. Это заметно по тому самому отношению к созданию образа. Здесь нет конфликтности, которая была бы характерна, например, мастерам, ну, возможно, чуть более раннего периода. Особая успокоенность колорита, особенная гармоничность, глубина вишневого мафория Богородицы в сочетании с вот этим невероятным зеленым, который, как драгоценный камень, сверкает из-под мафория. Все это наталкивает исследователей на мысль о причастности не самого, конечно, Дионисия, но художников его круга. В народе с праздником Благовещения связаны свои приметы и обычаи. Мудрость гласит, что в этот день девка косу не плетет, а птица гнезда не вьет. Есть связанная с праздником красивая традиция – выпускать птиц в этот день. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Футбольный клуб Рязани одержал вторую домашнюю победу в группе «Центр профессиональной футбольной лиги». На этот раз соперниками наших ребят стали игроки «Обнинского кванта». За ходом матча следил Максим Васильев. С «Обнинским квантом» Рязань встречалась совсем недавно в товарищеской игре перед стартом второго круга, и тогда вопрос о победителе был открытым до 73-й минуты. На этот раз в качеле с «Обнинцами» хозяева решили не играть. Они, конечно, проявили разведку боем. Справа получалось острее, и на 29-й минуте Владислав Фасхудинов вывалился один на один с галкипером «Кванта» и шансов ему не оставил. А спустя 10 минут лучший бомбардир «Рязанцев» с пенальти оформил дубль. Тут как бы две стороны медали. Хорошее начало и плохая концовка матча. Пока не пошли замены, игра складывалась под нашу диктовку, все было хорошо. Единственное, как я уже говорил, в завершении не хватает передачки точной. Все рядом, рядом. Вторая половина встречи разделилась на две неравные части. Водоразделом стала 49-я минута, когда Николай Бояркин замкнул прострел с левого фланга и на табло зажегся почти технический футбольный нокаут 3-0. После этого хозяева как-то резко сбавили обороты. Милосердием «Квант» воспользовался сполна. На 65-й расторопней всех на добивание оказался Илья Радьков, а уже в компенсированное время с защитой галкипером в штрафной четко разобрался Максим Байчук. Впрочем, на этом все и завершилось. В итоге 3-2. Неоднозначная победа «Рязанцев». Спасибо Рязани, что после третьего гола выдохнули и дали нам возможность поиграть немножко в футбол. Но лучше пусть так больше не делают. А то мы не наказали, тот другой накажет. После этой победы рязанцы делят первое место в группе с Раменским Сатурном, но плотность вверху турнирной таблицы пока не позволяет выдохнуть. Буквально в спину им дышат и Белгород, и Липецк. Встреча с главными конкурентами еще впереди. Максим Васильев, телекомпания «Город». Установившаяся в Рязанской области теплая погода идеальна для пробуждения змей. Некоторые жители региона уже начали выкладывать в соцсети фотографии и видео с присмыкающимися найденными в лесных и парковых массивах. О том, какие ядовитые змеи существуют в нашей полосе и что делать при их нападении на человека, расскажет Анна Герцовская. Гадюка и уш – это те змеи, к обитанию которых россияне привыкли. Однако рязанцы, выезжая за территорию региона, должны знать, что можно встретить и других присмыкающихся. Ближе к югу обитают гюрза и щитомордник. Эти змеи, как и гадюка, своим укусом могут нанести вред человеку. При своевременном введении противоядия негативные последствия сводятся к нулю. А вот перед доставкой пострадавшего в стационар при оказании первой медицинской помощи некоторые действия, вопреки расхожему мнению, совершать не стоит. Нужно рану промыть, очистить ее. Но не рекомендуют ее сильно выдавливать, разрезать, допустим, посыпать каким-то химикатами. В органцовке тоже чем-то обрабатывать таким не рекомендуется. Не рекомендуется ни в коем случае сейчас накладывать жгут. Не рекомендуется высасывать яд из раны, потому что это может быть опасным. А эффективность этого метода не очень подтверждена. Рекомендуется просто наложить асептическую повязку, то есть стерильную или просто повязку широкую, чтобы она не придавливала ран, не давила. Такая повязка предотвратит дальнейшее инфицирование раны. В первую же очередь после укуса пострадавшему необходимо успокоиться. По возможности обездвижить поврежденную конечность и меньше двигаться, чтобы не разгонять по телу яд вместе с кровью. Наша задача, опять же, в первую очередь, как можно быстрее, обездвижив конечность и обездвижив пострадавшего, насколько это возможно, доставить в лечебное учреждение. И только там будет вводиться противосмеиная сыворотка. Только в лечебном учреждении. Потому что может быть разной реакции, вплоть до анафилактического шока, который мы не можем допустить. Доставить пострадавшего в медучреждение необходимо на автомобиле или на карете скорой помощи. Если все это время человек находится в сознании, ему показано обильное питье. Вода поможет уменьшить концентрацию яда в организме. Если же пострадавший потерял сознание, необходимо придать ему стабильное боковое положение, чтобы тот не захлебнулся рвотными массами. Ведь змеиный яд может весьма сильно воздействовать на человека. В первую очередь страдает нервная система. Это может быть онемение, нарушение дыхания, которое связано с нарушением иннервации. Параличи, порезы может быть. И остановка дыхания связана именно с тем, что паралич дыхательного центра наступает от яда. Не только действие нейротоксическое, так называемое, наблюдается в том числе и кодеке, но и действие на кровь. То есть нарушается свертываемость крови, почки могут поражаться. При остановке дыхания необходимо начать реанимационные мероприятия. 30 нажатий на грудную клетку чередуются с двумя вдохами на протяжении всего времени до приезда скорой помощи. Также после укуса нужно постараться запомнить или сфотографировать змею. Если она погибла, забрать ее с собой в медучреждение, убрав в пакет. Это необходимо для того, чтобы идентифицировать присмыкающиеся, ведь для каждой змеи в основном разработано отдельное противоядие. Стоит сказать, что змеи не только опасны, но и полезны. Однако добычей полезных ингредиентов для лекарств и косметических препаратов занимаются ученые. А рязанцам, особенно младшему поколению, теперь стоит до наступления осенних заморозков оставаться аккуратными на прогулках, чтобы не спровоцировать змею на укус. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». И на сегодня это все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте город62.тв. Всего хорошего и до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин